Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы, основываясь на Священном Писании, ответим на вопрос, который пришёл на сайт библейского портала Экзегет. Что такое любовь? Вопрос очень глубокий. И ответить на него коротко будет непросто, но мы постараемся это сделать. У многих людей возникает вопрос, что такое любовь и как правильно любить. Потому что в нашем языке, как и во многих, любовь к маме, любовь к жене, к собаке, к картошке, к фильму – это всё обозначается словом «любовь». И не всегда понятно, что имеется в виду, когда говорят о любви. Так что же о любви говорит Священное Писание? Если мы возьмём Новый Завет, который написан на греческом, в нём есть не одно слово «любовь», а два. В греческом языке вообще четыре основных слова «любовь». Но вот два из них используются в Священном Писании, в Новом Завете. Итак, любовь как чувство, как отношение, как расположение, из которого следуют поступки. Это любовь называется филия. И любовь действия, любовь решимость. Это любовь по-гречески агапы. Так вот, если мы посмотрим, то везде, во всех заповедях о любви, Господь использует именно слово, которое обозначает любовь как решимость, любовь как действие, то есть любовь агапы. И нигде он не требует от нас чувств. Это очень важно, потому что бывает, человек живёт в церкви долгое время и понимает, что он не может полюбить всех людей, думает, что он плохой христианин. Но дело в том, что мы не должны заставить себя испытывать чувства по отношению к другим людям. Мы должны делать по отношению к ним поступки, иметь решимость делать эти поступки. Итак, вот если мы посмотрим даже на заповедь о любви к врагам, кажется, самая сложная заповедь – любить врагов. Ну как это возможно, если это люди нехорошие? Итак, в Евангелии от Матфея, в пятой главе, мы читаем такую заповедь Христа. «Любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас». Посмотрите, есть ли там хоть что-то про внутренние чувства? Есть ли там хоть что-то про мысли? Там есть три глагола действия. «Благословляйте», «благотворите» и «молитесь». То есть «благословляйте», «говорите хорошо» или «хотя бы не говорите плохо». То есть есть две ступени любви – не сделать плохо и сделать хорошо. «Благотворите», то есть опять же, сделайте что-то доброе при возможности и молитесь. Это три действия. Это вполне себе реально. И Господь вообще в Евангелии не требует от нас каких-то заоблачных высот. Он всегда требует чего-то реального. Святитель Иоанн Златоуст об этом говорит, что если мы чего-то прочитали в Новом Завете, это можно пойти и сделать. То есть, соответственно, если мы не можем что-то сделать, значит, мы неправильно читаем. Так вот, если даже заповедь о любви к врагам можно выполнить, то и заповедь о любви к ближним тоже можно. То есть, мы читаем и в Ветхом Завете, и в Новом заповедь Христа «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Заповедь Божия. «Возлюби ближнего своего, как самого себя». И вот здесь вот тоже очень интересный вопрос. Получается, нельзя полюбить ближнего, если не любишь себя. Но как правильно любить себя? Есть очень интересный, как это сейчас говорит, лайфхак. Как правильно любить себя? В какой-то конкретной ситуации относиться к себе? Можно представить себе, что вот у меня есть ребёнок. Желательно моего пола. И вот в этой конкретной ситуации, что бы я хотел для своего ребёнка? Потому что своему ребёнку мы не пожелаем плохого, и мы своему ребёнку обычно желаем пользы. И вот через такой взгляд часто можно понять, как отнестись к себе правильно. А потом можно такое же отношение пытаться приложить и на других. И очень важно понимать, что любовь к ближнему – это именно поступки, именно дела, которым Господь нас призывает в Священном Писании. О том, что эти заповеди не подразумевают необходимость заставить себя что-то мыслить или что-то чувствовать, мы можем увидеть из другого евангельского повествования, когда Господь говорит «Истинно говорю вам, как вы сделали одному из братьев моих меньших, то сделали мне». И заметьте, здесь нет слов о том, что вы подумали, что вы почувствовали. Здесь говорится только о том, что сделали. То есть Господь оставляет за собой право спрашивать с нас только про наши поступки. Но спрашивается, а неужели не надо там работать с помыслами и с чувствами? Надо. Но мы это делаем для себя. Мы это делаем, чтобы не повреждать наши отношения с Богом. Господь же оставляет за собой право спрашивать с нас за наши поступки. И в том числе в исполнении заповеди о любви Господь будет спрашивать не что мы чувствовали, а что мы сделали. Но это не значит, что чувство любви – это какая-то вещь, от которой надо отвергнуться. Нет. Чувство любви – это приятный бонус. Вот есть оно. Оно помогает нам делать дела любви. Нет его. Значит, мы это делаем без чувства любви. И есть очень хороший совет преподобного Авросия Оптинского по этому поводу. Он говорит, если ты понимаешь, что хочешь иметь любовь, а не имеешь её, то начни делать дела любви даже без чувства любви. И тогда Господь увидит твоё усердие и старание и постепенно вложит в твоё сердце любовь. Это очень важный принцип, что добродетель, она не формируется вот этим вот попыткой нагнетать себе чувства, а добродетель, она работает таким образом. Вслед за поступками уже начинает двигаться сердце. То есть наши дела вспахивают в почву нашего сердца. И вот в делах любви всё ровно то же самое. Необходимо иметь решимость делать дела любви, а чувство любви будет приходить потом. Как любить? Если уж мы понимаем, что любовь – это действие, поступки, как любить? Многие знают текст «Гимн любви» апостола Павла из Первого послания к Коринфянам, где он говорит, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается ни мысли зла, не радуется ни правде, срадуется истине, всё покрывает, всему верит, всё переносит, всего надеется, любовь никогда не перестаёт. Многие читают этот текст как образец любви. Его читают и понимают, о, не, мне до этого далеко, и как бы этот текст можно просто положить на полку. Но на самом деле этот текст написан как инструкция по любви. То есть я хочу научиться любить, что мне сделать? Любовь долготерпит, потерпи, милосердствуй, докажи милосердие, снисходительно отнесись к человеку, не завидует, не превозносится, просто не сравнивай себя с другим человеком, по крайней мере, начни с этого. Не гордиться, не бесчинствуй, что такое бесчиние? Бесчиние – это то, что мы бы сейчас назвали, наверное, современным языком нарушение границ или поведение неподобающее, неприличное в отношении человека. Не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, всё радуется истине, всё очень понятно. Всё покрывает, вот это очень важно, да, любовь, она всё покрывает, это действие, это не свойство, это действие. То есть мы должны быть готовы покрыть недостатки другого человека, а не тыкать в них постоянно. Вот, всему верит, да, то есть поверить тому, что человек говорит, даже если мы понимаем, что, может быть, это не совсем правда, да, если мы хотим проявить любовь, да, это труд, ну, нужно поверить человеку, а не вот этого, типа, знаю я где-то там шляешься. Надо уметь покрывать любовью, вот, потому что это очень глубоко человек начинает раскрывать. И всего надеется, то есть имеет постоянную надежду, не махает рукой на другого человека, всё переносит, тоже очень важно, и любовь никогда не перестаёт. Опять же, это не свойство любви, это то действие, которые мы должны производить по отношению к другому человеку. Мы не можем любить человека время от времени. Мы должны иметь решимость делать дела любви независимо от наших чувств. И в этом как раз разница любви Агапы и любви Филия. Вот Филия – это любовь, которая движется чувствами. Сегодня чувств нет, сегодня и дел нет. Вот, а Агапы – это любовь постоянная, любовь-решимость. И у этой любви есть очень важное свойство, о котором говорит, например, апостол Иоанн Богослов в своём первом послании соборном. Он говорит «совершенная любовь изгоняет страх». И вот там в греческом языке используется слово, которое может обозначать «совершенный» как «идеальный» и «совершенный» как «сделанный». Так вот, если мы понимаем это «совершенный» как «идеальный», это невыполнимо. А если «совершенный» как «сделанный», то это тоже очень хороший практический совет. Если у меня есть отчуждённость, какая-то проблема в отношении другого человека, то вот эта вот нелюбовь изгоняет совершённая, сделанная любовь по отношению к другому. А слово «фобия», «совершенная любовь изгоняет страх», «страхфобия» здесь имеет очень широкое значение не только боязнь, но и отчуждение, неприязнь и весь спектр негативных эмоций и состояний. Ну, в общем, мы попытались на основании текста ещё на описание коротко ответить на этот вопрос, но эта тема любви, она очень глубокая, в ней стоит совершенствоваться и в первую очередь практически помнить, что любовь – это решимость и поступки, а не чувства. Продолжение следует...